В Наринмаре отметили День защитника Отечества 23 февраля. Для солдат-срочников организовали насыщенную культурно-спортивную программу. За приоритетные для благоустройства территории проголосовали более 5000 человек. Наринмарцы отдали свои голоса за территории, претендующие на первоочередное благоустройство. Кто в лидерах? Благоприятные условия проживания для пернатых на Наринмарце присоединились к акции «Двор для птиц». В результате мероприятия у обитателей региона сразу в нескольких районах города появились новые скворечники. 40 лет творчества. Ансамбль «Маймбава» отметил юбилей концертом. Он прошел в стенах социально-гуманитарного колледжа. С главными событиями к этому часу в студии Мария Владимирова. Губернатор Ненецкого округа Александр Цибульский, депутаты окружного парламента, а также епископ Наринмарский и Мизенский Яков возложили цветы к памятникам Наринмара. Церемония возложения цветов 23 февраля состоялась у обелиска победы, памятника ветеранам боевых действий, участникам локальных войн и вооруженных конфликтов и подвигу участников олено-транспортных батальонов в годы Великой Отечественной войны. 23 февраля в нашей стране отмечается День воинской славы России, День защитника Отечества. Для большинства наших граждан это важная и значимая дата. В этот день вспоминают тех, кто отдал жизнь, защищая страну. Вице-спикер окружного собрания депутатов Максим Арбузов также отметил, что сегодня в нашей стране служба в армии является престижной. Вооруженные силы России полностью отвечают современным требованиям и обеспечивают стабильность в стране. Праздник 23 февраля – это еще одно подтверждение глубокого уважения государства и граждан к своей армии. Лазертак, показ фильма и поход на ледовую арену. Именно таким запомнится День защитника Отечества для солдат-срочников из воинских частей Наринмара. Активные выходные для военнослужащих были организованы в рамках акции День российской армии. На правую. Правую, что вперед за мной, что это мальчик. Даже переобуваться солдаты-срочники идут ровным строем. Как-никак армия. Когда коньки зашнурованы, военнослужащие отправляются на каток. Многие из них на лед вообще выходят впервые. В их числе и краснодарец Юрий Милконян. Вы первый раз на коньках стоите? Да. Ну и как вообще? Эмоции, впечатления? Ну не знаю, необычные. Это вообще супер. А вот еще один южный парень, крымчанин Никита Чеботин, на коньках стоит более уверенно. Я в основном катался на роликах. Вот так и получилось, что научился кататься на коньках. Есть праздничное настроение сегодня? Естественно. Хотелось бы поздравить всех мужчин, всех военнослужащих Архангельской области и также других областей. Всех с 23 февраля. Массовые катания для срочников в День защитника Отечества уже стали доброй традицией. Выезд в Ледовый дворец спорта для военнослужащих организуют ежегодно. На этот раз на лед вышли около 50 солдат. Как поощрение для ребят в регионе мы решили сделать им небольшой подарок – покататься на ледовой арене Дворца Труд. Во-первых, со многих регионов ребята приезжают. И с южных, и с средней полосы не все умеют кататься на коньках. Я думаю, это очень интересно и полезно для них опыт. Организаторы активного отдыха для солдат срочной службы – региональный центр молодежной политики и военно-патриотического воспитания молодежи совместно с юноармией. В этом году было решено подготовить более обширную программу. Военнослужащие не только покатались на коньках, но и смогли проверить свои боевые навыки в игре «Лазертак». Завершением уикенда стал поход в кинотеатр. Ребятам показали патриотическую картину «Спасти Ленинград». Алина Волчейская, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Окружные парламентарии внесут изменения в окружной закон об административных правонарушениях. Они касаются нарушений в сфере благоустройства муниципальных территорий. Поправки в документ депутаты одобрили на заседании постоянной комиссии по вопросам госустройства и местного самоуправления. Указанными поправками предлагается конкретизировать действия по нарушению утвержденных правил благоустройства территорий муниципальных образований округа, за которые наступает административная ответственность. Это касается нарушений таких правил, как проведение земляных работ, размещение, содержание и эксплуатация устройства наружного освещения, ненадлежащее содержание территорий общего пользования населенных пунктов, в том числе отсутствие урн и мусорных контейнеров, а также снос, пересадка зеленых насаждений на территориях общего пользования населенных пунктов округа. Увеличен верхний предел штрафов, предусмотренных для граждан, должностных лиц, для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и юридических лиц за нарушение. По итогам обсуждения вопроса комиссия рекомендовала комитету принять законопроект во втором чтении. За приоритетные для благоустройства территории проголосовали более 5000 человек. По итогам рейтингового голосования список территорий Наринмара, претендующих на первоочередное благоустройство, возглавила спортивная площадка в районе дома номер 16 в переулке Рождественском, которая набрала 1249 голосов. На втором месте детский игровой городок на пересечении улицы Ненецкая и Смедовича. За сквер в районе школы номер 5 проголосовало 957 человек. Далее расположились общественные территории в районе дома номер 6 по улице Ленина, а также спортивные игровые площадки в районе улиц Комсомольской и перекрестке улиц Меншикова и 60 лет СССР. Территории, набравшие наибольшее количество голосов, будут благоустроены в первую очередь в рамках реализации приоритетного проекта формирования комфортной городской среды в текущем году. Ранее администрации Наринмара был организован сбор заявлений от граждан с предложениями территории, которые необходимо благоустроить в 2019 и 2020 годах. В общей сложности в общественную комиссию поступило 8 заявок, по результатам рассмотрения которых на рейтинговое голосование вышли 6 общественных территорий. В этом году особенность исполнения этого проекта есть. Минструй постоянно уточняет те тремни, которые к проведению этого конкурса, этого проекта предъявляются. Сжали сроки голосования, поэтому впервые мы в этом году пробуем не живое голосование жителей по выбору тех территорий, которые в приоритетном порядке будут реализовываться в этом году, а применили метод голосования электронного через площадку народного контроля и через площадку сайта администрации. Сейчас в Наринмаре продолжается сбор предложений по территориям, которые будут благоустроены в 2020-2022 годах. Напомню, Наринмар является единственным населенным пунктом региона, где жители определяют приоритетное благоустройство голосованием. По условиям постановления правительства России рейтинговое голосование проходит только в тех муниципалитетах, численность населения которых превышает 20 тысяч человек. Комфортное жилье для пернатых. В России стартовала акция «Двор для птиц». Она проходит в рамках федерального проекта «Городская среда» во всех городах России и призвана помочь создать необходимые условия для выживания крылатых. Поддержала инициативу Ненецкий округ, и в результате мероприятия у обитателей региона сразу в нескольких районах города появились новые скворечники. И для птиц, чтобы помочь им. Чтобы не голодали. У Тимофея Тюрина сегодня особая миссия. Впрочем, как и у других учеников первой школы, они своими руками мастерят кормушки для птиц. Местом творения новых домиков для пернатых стала мастерская первой школы. Поговорив с учениками, ученики с радостью согласились на кружке изготовить данные кормушки под вид скворечников для того, чтобы птицы нашего города чувствовали радость и уход за ними. Чтобы доставить радость крылатым, требуется много времени и сил. Например, на изготовление одного скворечника у учителя технологии и его учеников уходит примерно шесть часов. Чтобы как можно быстрее птицы встретили новоселье, на помощь пришла молодежная палата городского совета и молодая гвардия. Нас пригласили поучаствовать, разумеется, безраздумно согласились, потому что очень хорошее дело – помогать птицам. Это в будущем послужит примером для подрастающих поколений. Эта всероссийская акция была реализована в рамках федерального партийного проекта «Городская среда» партии «Единая Россия». Это было сделано для того, чтобы на тех общественных и дворовых территориях, которые были построены в городах в рамках формирования комфортной городской среды, привлечь общественность, молодежь, детей, для того, чтобы они стали более активными к жизни города, вышли во дворы и сделали какое-то доброе, полезное дело. Кстати, в результате проведения всероссийской акции новое комфортное жилье обрели тысячи птиц со всей России. А в окружной столице новоселье отметили пернатые литературного сквера, улицы 60 лет Октября и поселка Искателей. Кроме нового жилья, птицы получили и еще один подарок – зерно и семечки. Их начали приносить неравнодушные жители, сразу, как только повесили скворечники. Любовь Пермякова, Антон Водряков, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Для охотников Нейнского округа разработали памятку по водоплавающим птицам региона. Как сообщили в Департаменте природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса, для охотников доступны две версии – мобильная и для персонального компьютера. Оба варианта можно скачать на сайте ведомства в разделе «Информация для охотников». Памятка разработана ведущими орнитологами России, изучающими водоплавающих птиц на территории округа при взаимодействии с профильным департаментом. Необходимость ее создания вызвана тем, что большинство охотников округа, согласно исследованиям орнитологов, не умеют отличать основные виды водоплавающих птиц в полете. Например, они зачастую не видят отличия краснокнижной пескульки от белолобого гуся, тундрового гуменника от краснокнижного лесного гуменника. Таким образом могут пострадать птицы тех видов, которые занесены в Красную книгу России и Красную книгу округа. Памятка исполнена в понятном исполнении с иллюстрациями птиц. В ней описаны основные ограничения и запреты по охоте, этические нормы поведения охотников и контакты, куда можно передавать информацию об окольцованной птице. 40 лет на сцене. Вечер-портрет народного коллектива «Маймбава», что в переводе с неньского означает «радость», состоялся в Наринмаре. «Маймбава» – самобытный коллектив из поселка Нельминос. За 40 лет творческой деятельности выступила в 14 городах России и 7 странах мира, объехала все населенные пункты округа, все тундры, получила высокие награды и уважение зрителя. Маленький зал социально-культурного колледжа, где проходит творческий вечер, едва ли может вместить всех поклонников творчества знаменитого ненецкого коллектива. «Маймбава» создавалась с жителями малоземельской тундры, поселка Нельминос, чтобы в песнях и танцах рассказывать людям о красотах родного края. За все время существования в составе коллектива было 143 участников. Здесь нет так называемой «текучки», сюда приходят целыми семьями. Выступают династиями – бабушки, папы, мамы, дети и внуки. Ни одно поколение выросло вместе с творчеством «Маймбавы». Екатерина Ордеева в коллективе самого его создания. Вся ее жизнь в танцах и песнях. Ну, у нас сначала же мы просто танцевали, пели, и потом, как «Маймбава» танцоры приходили. Я тоже сначала танцевала и пела. Приходилось переодеваться, на вокальную переодеваться, потом на танец переодеваться. Вот так все быстро-быстро, всю жизнь, можно сказать. В коллективе с Екатериной Николаевной выступают ее дети и внуки – Денис, Оксана и Кристина. Потому что у меня там две бабушки ходят, дяди, тети. И я решила идти за ними вместе. Ребята участвуют в танцевальных композициях ансамбля. Говорят, ненецкие танцы особенные. Современные все резко делают, а в ненецких там нужно быть плавным. Нужна пластика. Как и положено, в день рождения имениннику дарили подарки. Заместитель губернатора ненецкого округа Наталья Сидорова поздравила участников ансамбля от лица губернатора. Добрые слова и пожелания звучали от представителей района и городской властей, депутатов, друзей и бывших участников коллектива. С особым трепетом из зала следила за торжеством Анна Лыченко. Ведь для нее и ее семьи Мамбова как сестра родная. Я, когда выступает моя баба, я всегда прихожу. Потому что я их фанат. Это ансамбль, можно так сказать, член нашей семьи. Мама, потому что создавала ансамбль Татьяна Ивановна Гомякова. Это моя мама. Когда мне было 9 лет уже. То есть это у нас так. Мы все время говорим с сестрами. Это у нас шестой ребенок. В день рождения принято загадывать желание. Самое заветное для ансамбля Мамбова обзавестись помещением для репетиции выступлений. Ведь в родном Нельмин-Носе уже несколько лет не работает Дом культуры, на базе которого проходили репетиции. Здания нет уже несколько лет у коллектива, у филиала. Поэтому работать очень сложно. Мы об этом и на вечере будем говорить. Но тем не менее коллектив сохраняет свою роботоспособность. И когда зал у нас свой появится, тогда мы надеемся, что будет возможность и, скажем так, активнее заниматься, восстановить в полном объеме весь репертуар и, конечно, тогда выезжать и за пределы округа тоже. Еще один концерт в честь круглой даты ансамбль дал в родном поселке для тех ветеранов и поклонников творчества Мамбовы, кто не смог сегодня приехать в город. Ольга Русул, Вадим Носкин, Телеканал «Север». Выставка, пахнущая деревом и льняным маслом, открылась в Центре декоративно-прикладного творчества. На ней представлены более 30 изделий резчика-любителя Андрея Рочева. Есть среди них и уникальная богородская игрушка «Сова Дергун». О том, как творил мастер и кому посвятил свою первую авторскую выставку, расскажет Любовь Пермякова. Это богородская резьба. Она идет как вешалка, как игрушка. Можно вешать. А, и она вставляет крылья. Классно. Вот в прошлом году больше нравится людям вот такие совы. Автор выставки Андрей Рочев показывает нам богородскую сову. Такая деревянная птица имеет почти 350-летнюю историю. Именно столько лет назад в православном сердце России недалеко от города Сергеев-Пасад на живописном холме реки Куньи в селе Богородское стали создавать деревянные игрушки и скульптуры. Там этому ремеслу будущих умельцев мастера обучают несколько лет. Автор выставки «Резьба по дереву», художественный промысел освоил сам. У меня много профессий. В деревне я работал кочегаром, потом работал на Ренмарс-строе слесарем-сантехником 6 лет. А откуда такая вот тяга тогда к искусству? И кто это учил вас делать? Сами учились? Ну, нигде не учился. Вот образования у меня художественного никакого нет. Так своими руками посмотрел где-то что-то. Ну, в наше время сейчас интернет, сила большая. Но, как признается Андрей Леонидович, идеи для творчества он черпает не только из интернета. Знакомые и близкие часто просят вырезать северного оленя, шкатулки с розами, хозяина леса-медведя и даже жителей потустороннего мира, домовых. Их, кстати, в коллекции мастера тоже немало. Все изделия проходят так называемую экологическую обработку. Отсюда и незабываемый аромат. Структура хорошая и запах такой приятный. Поделки покрываю в основном льняным маслом, лаком стараюсь не покрывать. Вот первые были, что не нравится. А вот льняное масло, и запах, и цвет сохраняется. Кстати, открывшуюся сегодня выставку «Резьба по дереву» Андрей Леонидович посвятил памяти своего отца Леонида Елисеевича Рочева, которому в этот день исполнилось бы 70 лет. Именно он привил любовь сына к народному творчеству. Впереди у автора множество идей. Сегодня одну из них он успел воплотить в жизнь. И вот эту лодочку, которую я держу, вы знаете, она прямо вот сделана буквально сегодня. Эту лодочку Андрей Леонидович попробовал сделать по ушкуйской лодочке. И я думаю, что она может быть замечательным сувениром деревянного зодчества, которая будет напоминать о пребывании в городе Наринмаре от встречи со старым Пустозерском. Эта лодочка скоро отправится в большое плавание. Сотрудники Центра декоративно-прикладного творчества планируют дарить ее в качестве сувенира гостям фестиваля и ассамблей творческих встреч, проводимых в Ненецком округе. Выставку можно будет посетить до конца марта. Любовь Пермякова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Увидеть новости можно и на нашем сайте www.trk.sever.ru Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова